Девушки отдыхают 7 ноября истинные родители провели празднование 40-й годовщины Дня Истинных Детей на озере Чемпион. 7 ноября состоялась церемония посвящения небесам дворца Чун Сон Ван Лин. Церемония Сон Фа для Йон Жи Нима, который стал приношением эпохи Завершенного Завета, была проведена 12 ноября. Продолжается деятельность по благословению 400 миллионов партнеров. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Несмотря на холод ранней зимы, нас согревает своим теплом наша надежда на победное завершение кампании по благословению 400 миллионов партнеров. Проводя празднование 40-й годовщины Дня Истинных Детей и церемонию открытия дворца Чун Сон Ван Лин, наши истинные родители не спасали всем огромную благодать. В этом месяце у нас есть новости, отражающие широчайший спектр деятельности истинных родителей. 4 ноября в 8.40 утра истинные родители прибыли в Корею. Их прошлый визит продлился 16 дней и завершился провозглашениями Куку Джоль и Сам Сик Джоль, после чего истинные родители находились в Северной и Южной Америке. Для произнесения своей первой молитвы в Корее истинные родители остановились в Юйду и затем направились в официальную резиденцию истинных родителей в Ханнамдонг. По прибытии в Ханнамдонг они сразу же начали собрание лидеров, которое продолжалось до часу ночи. Оно включало речь истинных родителей, доклады по деятельности движения за чистоту и любви, церемонии Санфа Йонжи Нима и международных конференциях Хундо Хэ. Истинные родители призвали братьев и сестер выполнить их наивысшую ответственность сыном непочтительности в год четвертого Адама. Всю свою жизнь истинный отец жертвовал своей семьей и родом ради Божьей воли, являясь примером преданности и сыном непочтительности. Первый же день своего пребывания в Корее истинные родители работали день и ночь. Перед отъездом в Корею, 10 октября, в пункте Дель Эсте, истинные родители сделали очень важное провозглашение. Истинные родители провозгласили Сам Шик Джоль основываясь в несубстанциальном открытии эры установления Божьего владычества и завершении проведения восстановления через искупление благодаря провозглашениям Ку Ку Джоль и Сам Шик Джоль. В том же самом месте, где было провозглашено завершение освобождения для расширения масштабов истинного благословения за размеры вселенной и искоренения сатанинского рода, в провозглашении Сам Шик Джоль началась эпоха естественного восстановления, а также эпоха сферы четвертого Адама. 23 октября в Эстгарден истинные родители провели церемонию освобождения благословения во вселенной. Истинные родители вложили все свое сердце и душу в осуществление девизы этого года, то есть расширение масштабов истинного благословения за размеры вселенной и искоренения сатанинского рода. Вечером 5 ноября в культурном центре Сэ Джон истинные родители присутствовали на балете Боядера в исполнении труппы универсал-балет, подготовленном в честь успешного турной труппы по странам Европы. Перед началом спектакля в комнате для особо важных персон истинные родители ознакомились с кратким содержанием Боядеры, прекрасной и печальной историей любви между индийской концовщицей и солдатом. Затем они направились в главный зал. КОНЕЦ По окончании балета истинные родители сфотографировались на сцене вместе с учатниками балетной труппы универсал-балет. После спектакля в 11 часов вечера истинные родители отправились на Чампион для того, чтобы подготовиться к проведению церемонии открытия дворца Чунсон Ван Лин, намеченную на следующий день. Утром 7 ноября перед проведением церемонии открытия истинный отец подарил истинной матери серебряное кольцо Чуманин. Оно было найдено в Китае национальном миссии Йон Сан Муны. Они беседовали о Чуманин и в 10 утра направились в главный зал для проведения церемонии открытия. Истинные родители посвятили дворец Чунсон Ван Лин Богу на основании трех дней, проведенных на Чампионе. Чунсон Ван Лин Богу Истинные родители произнесли серьезную молитву, посвящая дворец Богу в качестве образовательного центра для организации небесного рода. Они посадили памятное дерево, и истинный отец сделал памятную каллиграфическую надпись на первом этаже. Царство Небесное на земле и на небесах в сфере четвертого Адама. Наступило время, когда благословленные семьи могут общаться с небесами напрямую и должны построить Царство Небесное на земле, пополняя свою ответственность. Во время памятной службы отец произнес речь, сопроводив ее бесчисленными благословениями. Верно ли, что семья является краеугольным камнем идеального мира? Царство Небесное на земле и на небе осуществится в эпоху сферы четвертого Адама. До сих пор духовные и физические миры противостояли друг другу. Они были врагами, как бог и сатана. Вы когда-нибудь думали о том, кто может разрешить этот конфликт? Истинный Отец сказал, что эра четвертого Адама – это когда осуществляется Царство Небесное на земле и на небесах. Первый Адам – это прародитель человечества Адам. Второй Адам – это Иисус. Третий Адам – это истинный Отец. А четвертый Адам – это благословленные семьи. После речи истинные родители приняли особый дар – знак признательности и благодарности за проделанную и неогромную работу. Мечество Нам Ким вручило им модель дворца, изготовленное из золота. Далее последовала церемония награждения. Истинные родители вручили награды Кун Джи Ниму, Тэ Мо Ним, Тэ Мо Ним и Тэ Хэ Нимам – знак благодарности за их заслуги в открытии дворца. Президент мирового движения Флан Сан Зо наградил строительные компании, участвовавшие в строительстве дворца. Вечером по окончании культурной программы истинные родители вручили призы всем участникам поиска сокровищ, тем самым вдохновив братья федесторов в эфесерном труде. 11 ноября на чемпион неподалеку от святой земли Чун Сун Дэ был заложен треугольный камень новой больницы. После церемонии истинный отец, делав каллиграфическую надпись, назвал больницу Джун Син. После того, как истинный отец написал название новой больницы, истинные родители осмотрели образовательный центр Чемпион с вертолета. Они дали указания о разработке планов будущего строительства небольших городков для 185 стран и организации школ. В эпоху Четвертого Адама на Чемпион возложена важная миссия – дать образование благословленным семьям, чтобы они могли стать хозяевами неба и земли. И более того, ему надлежит занять ведущую роль в мире культуры Шин Джан. День истинных детей был последним из восьми основных святых дней в этом году. Во время службы обета в семь часов утра все благословленные семьи с благодарностью сердца принесли полный поклон истинным родителям. Это день провозглашения, начиная с которого Царство Небесное должно быть осуществлено на земле и на небе. Праздничная служба начала с 10 часов. После представительной молитвы Ихан Бхе, которую вел преподобный класть, истинный отец выступил с речью. Когда вы последуете за истинными родителями с абсолютной верой, любовью и послушанием, небеса и земля сразу же будут восстановлены. От вас потребуется максимальное усилие. Все зависит теперь от ваших усилий. Во время празднования, 40-й годовщины Дня Истинных Детей, братья и сестры чувствовали любовь и милость истинных родителей так сильно, как ни на одном празднике раньше. Истинные родители дали нам право быть родовыми мессиями и привели нас на уровень положения четвертого Адама. Субтитры создавал DimaTorzok Все участники громко крикнули «Монсей», наполненные решимостью выполнить свой долг сыновой непочтительности перед небесами. В 6.30 вечера началась культурная программа, состоящая из различных выступлений, подготовленных братьями и сестрами Корейской Церкви, чтобы принести радость истинным родителям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 9 ноября, на следующий день после Дня Истинных Детей, Истинный Отец провел собрание для лидеров со всего мира. Истинный Отец дал на этом собрании следующие указания. 1. Реорганизация всех благословленных семей. 2. Изначальная природа Бога выражена творчеством, субъективизмом и единством. 3. Благословленные семьи, опираясь на семь поколений своего рода, должны создать нацию небес. 4. Разрешение проблем через создание условий искупления. После собрания, братья и сестры играли в игру «Юд». Также была организована развлекательная программа. Истинные родители вручили особый приз, чтобы вдохновить национальных мессий и лидеров мирового уровня. 12 ноября прошла церемония Санфа для Йонжи Нима. Церемония Санфа для Йонжи Нима торжественно прошла в центре маленьких ангелов в 10 часов утра. 12 ноября. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Преодолевая сердечную скорбь, истинные родители открыли путь на небеса для Йонджинина. Было сделано провозглашение о полном завершении абсолютной власти, чтобы унаследовать всю эпоху естественного восстановления после эпохи восстановления через искупление. Несмотря на то, что Сатана, Люцифер сдался Богу, нам следует быть очень внимательными в стороне зла, которое все еще противостоит Божьей воле. Наши ошибки очень велики. Хотя истинные родители принесли небесам своего истинного сына вместо нас, они снова вдохновляли нас, скрывая свою боль глубоко в сердце. Я хочу, чтобы Вы создали истинные семьи и гордились истинными родителями, стали бы примером для семьи всего мира. Каждый сейчас должен дать свой обед перед Йонджинином. Пообещайте, ответьте мне громко. Хэджиним, Хэджиним, Хэджиним и Йонджиним. Четверо истинных детей были принесены в жертву. Когда дети уходят от родителей, то в родительском сердце остается скорбь. Если такова человеческая природа, то как мы можем описать скорбь истинных родителей, имеющих изначальное сердце? Мы не видели слез истинных родителей на Вон Джон, но мы все могли чувствовать слезы истинных родителей, отдавших себя ради Божьей воли и ради преодоления любых обвинений в небес и земле. Вечером после церемонии Вон Джон истинная мать рассказывала о жизни Йонджинина перед лидерами Ханнамдони. У Йонджинина был очень динамичный характер, так же как и у его братьев, но он больше любил книги и всегда был хорошим студентом. Хотя в какой-то момент мы смогли увидеть ее боль, но она была настолько сильна, что поборола свою боль, принося в жертву невинного сына ради Божьей воли. Сегодня я видел, а Йонджинина на фотографии. Боисимо он мой сын. Истинные родители вместе с истинными детьми обошли Чемпион. Истинные дети помолились у пяти слепых деревьев за волю Бога и за семью объединения. После долгой разлуки и тоски друг по другу, наша истинная семья собралась вместе на церемонию Сан-Фа для Йонджинина, скрывая огромную боль за улыбками. Истинные родители любят нас больше, чем своих собственных детей. Если мы это понимаем, то должны постараться утешить сердце истинных родителей, даже больше, чем это делают истинные дети. Поступая так, мы сможем увидеть слезы радости истинных родителей вместо их печали. Здесь, в официальной резиденции в Хан-Нам-Доне, истинные родители провели 10 дней, осуществляя различные провиденциальные деятельности. И 13 ноября они снова уехали в Америку ради проведения на мировом уровне. Во время праздничной службы, посвященной 40-й годовщине Дня Истинных Детей, истинный отец произнес особую молитву и выступил с речью. Он сказал, что мы должны завершить восстановление личности, семьи и рода, к которому мы шли 40 лет. Также мы должны вернуться к освобожденному обществу. Истинный отец подчеркнул, что эпоха четвертого Адама, провозглашенная на церемонии Самсибдзоль трех десяток, является эпохой, когда, наконец, осуществляется царство Бога на земле и на небе. Любимый небесный отец. Сегодня, 8 ноября 1999 года. Сегодня мы празднуем 40-ю годовщину Дня Истинных Детей. Мы отпраздновали День Истинных Детей, а сейчас встречаем День Истинных Детей в последний раз перед 2000-м годом. Тех пор, как я установил День Истинных Детей в Церкви Объединения прошло 40 лет. В этом году я провозгласил День Освобождения Благословения на уровне Вселенной, что является провозглашением сферы освобождения неба и земли. Я сделал это провозглашение в связи с 40-й годовщиной Дня Истинных Родителей и Дня Истинных Детей. Благодаря искуплению в течение 40 лет я провозгласил осуществление Царства Небесного на земле и на небе в эпоху сферы 4-го Адама. Я сделал провозглашение для того, чтобы начать освобождение путем полного искоренения истории грехопадения. Это последний святой день этих двух тысяч лет. Поскольку мы смогли провозгласить новое начало в истории, основываясь на сфере 4-го Адама, я мог осветить дворец Чун Сон Ван Лим. Я очень благодарен, что смог провозгласить наступление Царства Небесного на земле и на небе в сфере 4-го Адама вчера, во время церемонии открытия дворца. Я уже сделал провозглашение объединенной сферы Старшего Сына, основанной на странах на позиции Отца и Матери. Я также очень ценю, что могу видеть осуществление новой эпохи Абсолютного Владычества Отца, что делает возможным провозглашение установления изначальных положений Старшего Сына, родительства и Царства, основанных на странах на позициях родителей и Старшего Сына. Дорогой Небесный Отец, в этом мире еще необходимо завершить объединение Корейского полуострова, разрешение проблем различий западной и восточных культур, разница уровней жизни на севере и на юге и разница в уровне совершенства физического и духовного мира. Я уже провозгласил, что мы должны идти вперед к миру единства и равенства, провозглашая истинных родителей. Пожалуйста, Отец, будь центром любви родителей неба и земли, для того, чтобы излечить все живое во Вселенной. Я хотел бы, чтобы все люди увидели твое сердце, которое испытывало боль на протяжении всей истории искоренения зла. В этот день 40-й годовщины я молюсь, чтобы все люди, которые призваны и допущены к участию в церемонии возрождения, церемонии воскрешения и церемонии вечной жизни, также были причислены к Небесному роду. И я молюсь, чтобы они достигли уровня идеалотворения и стали небесными солдатами победного воссоздания под Твоим руководством. По случаю празднования первого дня истинных детей во дворце Чонсон Ван Лим, я разжигаю огонь, чтобы зажечь масло всех эпох искупления, для того, чтобы вырваться вперед в освобожденное Царство Небесное. Я ожидаю наступление мира, основанного на абсолютной вечной истинной любви в соответствии с идеалом творения. Я провозглашаю эту молитву перед небом и землей во имя истинных родителей от имени Еговы. Аминь. Итак, в этом году мы уже отпраздновали сороковую годовщину Дня Истинных Родителей и Дня Истинных Детей, поскольку число 9 на протяжении истории являлось числом сатаны, 1999 год был очень трудным, так как содержит три девятки. Мы часто говорим, что тяжело преодолеть девять холмов. В этом году мир содрогался от множества неожиданных бедствий. Истинному отцу 80 лет, вершину которой должны перейти в будущем родители и дети, содержит два числа 40. Если первое число 40 соответствует первым сорока годам отца, является субъектом, а второе число 40, соответствующее следующим сорока годам отца, является объектом, то последнее будет отбрасывать тень на первое. 80 лет отца являются субъектом для полных сорока лет, которые являются объектом, поэтому эти 40 лет представляют собой тень. Если я поднимаюсь на гору вместе с детьми, то существует два числа 40. Первое число 40 является субъектом, второе объектом и тенью. Какой бы она ни была, вертикальная или горизонтальная тень не может соотноситься с оригиналом. Вы меня понимаете? С самого начала существовала дистанция между родителями и детьми. Между Богом и человеком существовала дистанция, основанная на принципе искупления во взаимоотношениях родителей и детей. Когда появились истинные родители, Бог и человечество были разделены, все еще сохраняя некоторую дистанцию. С тех пор, как истинные родители начали путь восстановления, в течение 40 лет они восстановили все уровни, начиная с индивидуального, семейного и родового до самой вершины. Сейчас я стою на вершине, вы меня понимаете? Поскольку родители уже восстановили горизонтальный уровень личности, семьи, рода, страны и мира, взаимоотношения родителей и детей стали горизонтально равными. Основываясь на 40-й годовщине Дня Истинных Родителей и Дня Истинных Детей. Аминь. Вы вошли в эпоху сферы 4-го Адама, эпоху прямого владычества Бога. Прежде всего, вы должны быть почтительными детьми на семейном уровне, а что потом? Затем вы должны быть верными, подданными страны. Каждая семья должна достичь этого уровня. Если бы семья Адама не пала, она стала бы семьей почтительных сыновей, семьей верных подданных страны, праведников мира и святых детей, представляющих небо и землю. Если бы семья, которая не пала, расширит эту сферу победы, все люди войдут в эту сферу. Унаследуют сыновнюю почтительность и постепенно пройдут по пути почтительных сыновей, верных подданных, праведников и святых сыновей на уровне семьи, рода, страны и мира. В конце концов, они получат полномочия почтительного сына, верного подданного праведника и святого сына на вершине мира. Тогда уже не будет возможности грехопадения. Когда вы проливаете кровь и слезы за небеса, такое посвящение общественному служению будет ценным для десятков тысяч поколений. Сейчас вы должны полностью искоренить сатанинский род в своей семье, чтобы Бог мог гордиться вашей семьей, чтобы у вас не осталось сожаления и обид, в то время как истинные родители осуществят свой идеал в новом Царстве Небесном. Аминь. Действуя таким образом, мы можем освободить Бога. Скоро наступит время, когда все войдут в небесный род. Это будет как сон. Мы сейчас живем в такое время. Вы слышали, что доктор Ли Санфон сообщил о том, что в аду появился свет. Мы должны распространить Божью волю в первой стране, второй стране и третьей стране. Сейчас свет из рая проникает на дно ада. В будущем никто не войдет в ад мир сатаны, даже если он грешник. Вместо этого, если вы согрешили и попадаете в дополненный мир, то из небесной страны к вам спустятся ваши предки, старшие члены церкви и другие братья и сестры. Они будут стараться поднять вас на свой уровень, платя искупление день и ночь, покрывая ваш позор вместо вас самих. Если вы обладаете абсолютной верой, любовью и послушанием, вы быстро пройдете через все эпохи, начиная с эпохи личности, рода, эпохи страны и, наконец, с началом всеобщего освобождения, вы встретите эпоху полной всеобщей абсолютной власти Бога. Тот факт, что мы открыли дворец Чен Сон Ван Лим, 40-го годовщину Дня Истинных Детей, означает, что мы живем сейчас в благословленной эпохе, когда все может быть непосредственно связано с Богом, как вертикально, так и горизонтально. Аминь. С настоящего времени вы должны возобновить в душе свою решимость. Мы нашли страну. Какую страну? Небесную страну. Божье царство. Поскольку эта страна сейчас возвышается над миром, ни одна страна сатанинского мира не создаст проблем. Владычество любви Бога должно быть абсолютным, уникальным, вечным и неизменным. Аминь. Поэтому такими же должны быть страна, народ и все сущее. Поэтому я должен реорганизовать народ и все сущее этой страны. Существует налог, который должен быть заплачен в пределах страны. Является ли это необходимым? Нужна ли вам страна в Царстве Божьем? Тогда где вы должны заплатить налог за эту страну? Вы заплатите истинным родителям или Богу Небесному Отцу? Чтобы устранить этот беспорядок, появилась концепция Родителей Неба и Земли. Если вы чем-либо жертвуете на индивидуальном уровне, то у вас будет только сфера индивидуального объекта. Но если вы жертвуете чем-либо на семейном уровне, ваша сфера расширится до уровня семьи. Но если вы пожертвуете чем-либо на уровне страны, то вы подниметесь и попадете в Небесную Страну. Вы живете в другой эпохе, когда происходит восстановление каждого элемента – семьи, рода и мира. Это эпоха, в которой Небо и Земля могут быть полностью восстановлены посредством условий абсолютной веры, любви и послушания по отношению к истинным родителям. В настоящее время все ваши дела будут приносить плоды в соответствии с затраченными усилиями вашей доли ответственности. В настоящее время положение Родителей Неба и Земли полностью восстановлено. Сейчас я провозглашаю, что в эпоху сферы Четвертого Адама произойдут массовые переселения. Никто не знает, где будет основано Божье Царство до тех пор, пока не придет его время. Вам нужно быть готовыми. Когда вы вернетесь домой, вы прежде всего должны создать ваше основание для этой страны. Это семья. Поскольку страна определяется суверенитетом ее народа и имущества, так же происходит и в семье. Семья представляет собой Царство Божие в миниатюре. Родители представляют верховную власть, сыновья и дочери представляют народ, имущество представляет все сущее. Когда вы входите в Божье Царство, прежде всего, вы должны все посвятить этой стране. Тогда мы можем ожидать появления страны и мира. Вы меня понимаете? Если бы Адам не создал бы семью, будучи незрелым, он унаследовал бы право собственности в своей семье. Если вы пытаетесь унаследовать право собственности, не имея основания семьи, то вы воры. Вы знаете о торговцах краденом? Они покупают и продают ворованные вещи. Все, что принадлежит стране, должно быть в первую очередь документально зафиксировано. Иначе все будет отобрано. Все сущее в течение истории принадлежало стране и даже миру. Хотя у меня нет больше времени, чтобы говорить, вы должны знать, что пришло время объединиться. Я мобилизую благословленные семьи Церкви Объединения и отправлю их в Северную Корею, опасную страну. Я заставлю их перейти 38-ю параллель. Если вы по крайней мере один раз выполните такое трудное указание, возможно, вам не нужно будет платить искупление истинным родителям. Вам нужно установить условия для наследования и перерегистрации. Это принцип. Чтобы я не пообещал, я осуществлю это. Если вы согласны со мной, скажите аминь. Пожалуйста, поднимите руки вверх и поаплодируйте. Поскольку вы показываете свое желание, абсолютно следует за мной днем и ночью, я доволен вами. Нужно ли мне дальше продолжать говорить? Я уже проголодался. Желаю вам приятно провести время. И не ждите, что я вернусь еще раз. До свидания. Мы подготовили видеосюжет, рассказывающий о победном пути, по которому шли истинные родители, с начала этого года до Дня истинных детей, ради того, чтобы расширить масштаб истинного благословения до размера Вселенной и искоренить ситанинский род, даря нам надежду в новом тысячелетии. Благословленные дети прекрасны, как цветы. Они принесли поклон истинным родителям на празднование Дня истинных детей. Празднуя 40-ю годовщину Дня истинных детей, семьи объединения придали ему большую значимость, чем другим святым дням. День истинных детей праздновался так же, как День, открывающий для всего человечества путь возрождения в качестве истинных детей. Празднование состоялось после открытия дворца Чун Сон Ван Лим на территории образовательного центра на озере Чомпион. Проходя через боль и лишение, истинные родители прокладывали путь к Царству Небесному, преодолевая все преграды в проведении восстановления. Условия сынов непочтительности братьев и сестер, какими бы малыми ни были, приносят радость истинным родителям, и они дарят нам свои прекрасные улыбки, забывая о прошлой боли. 1999 год – это седьмой год эпохи Завершенного Завета и третий год провозглашения Восьми Семеров. Деятельность истинных родителей в 1999 году была направлена на то, чтобы завершить 6-ти тысячелетнее проведение Бога, а также исполнить цель жизни истинных родителей, отвечающуюся восстановлению эпохи Завершенного Завета. Было проведено много мероприятий, сделано много провозглашений для открытия Божьего Царства. Выступление в 80 городах всего мира для развития движения истинных семей, церемония благословения 360 миллионов пар, съезд по случаю десятой годовщины основания газеты «Сигея Таймс» и инаугурация Межрелигиозной Федерации за мир во всем мире – это лишь некоторые события года. С самого начала года истинные родители шаг за шагом строили основания для завершения проведения Бога. Обучение 1 миллиона лидеров Движения истинных семей и организации собраний Хондокэ. Международная конференция Хондокэ и Движение за чистоту любви. Движение за чистую любовь истинную семью существует в каждом уголке мира. Хондокэ распространяется со скоростью ветра. Это дает надежду в 21 веке, в новом тысячелетии. Был сделан ряд провозглашений для того, чтобы завершить 6000-летнюю историю проведения восстановления и дать начало новому миру. Провозглашение вселенской победы истинных родителей. Провозглашение дня всемогущества и полного владычества Бога. Провозглашение освобождения объединенной вселенной родителями неба и земли. Провозглашение эпохи молитв в свое имя. Провозглашение эпохи четвертого Адама. Провозглашение церемонии освобождения благословения на уровне вселенной. Впервые в истории человечества установлен идеальный мир творений. Закончена история греха от Адама до настоящего времени в духовном и физическом мире. Царство небесное на земле и на небе началось благодаря вселенской победе истинных родителей, ценой огромного искупления заплаченного ими. Пришло время, когда мы можем непосредственно обращаться к небесам молясь в свое имя. Эпоха четвертого Адама началась с искоренения сатанинского рода. Таким образом, истинный род будет теперь расти и процветать на века. Семьи и объединения во всем мире усердно работают, чувствуя благодарность истинным родителям. Благодаря удивительной милости истинных родителей они хотят завещать нам все. Они с неустанной решимостью посвящают себя проведению Бога, забывая о прошлой боли, не отодвигая на второй план все личное. Каким бы тяжелым ни был этот путь, мы примем его как традицию семьи и объединения. Мы исполним обязанности истинных детей и унаследуем вселенскую победу. Истинные родители по-прежнему даже в эпоху Вселенской Субботы находятся на передовой и стремятся выполнить все провиденциальные задачи. Для истинных родителей нет разницы между днем и ночью. Изнародительное расписание всегда ожидает истинных родителей. Преодолевая физические трудности, они направляют проведение Бога. Истинные родители никогда не высыпаются. Они никогда не могут расслабиться. Несмотря на это, они всегда любят нас и вдохновляют нас своими словами, идущими от сердца. Своим посвящением делал становление мира во всем мире и спасение человечества. В железной воле преодолевая невыносимые страдания, истинные родители следуют путем Божьей воли, чтобы освободить Бога от боли и скорби. Когда мы прикасаемся к их сердцу, мы чувствуем бесконечную любовь, исходящую из вечного источника. В день 40-й годовщины Дня Истинных Детей, в момент открытия дворца Чун Сон Лан Ли, мы все осознали путь истинных детей. Мы черпаем воду любви из глубины источника истинных родителей. Сначала мы очищаемся сами, а затем несем эту любовь всему миру. Являясь возрожденными истинными детьми истинных родителей, мы должны будем привести всех людей в сферу истинных детей. Мы являемся представителями Царства Небесного, желаний Бога и идеалов истинных родителей. Сегодня 40-я годовщина Дня Истинных Детей. Мы, как зрелые дети, вновь даем клятву исполнить обязанности истинных детей перед историей, небесами и землей. Далее мы расскажем о церемонии Сон Фа Йенженима, которая вознесся как живое приношение за шеститысячелетнюю историю проведения. Йенженим перешел в Духовный мир в Америке 27 октября в качестве приношения эпохи Завершенного Завета, являющаяся плодом шести тысяч лет истории проведения. Члены Американской Церкви, прощаясь с Йенженимом, исполнили гимн. Сон Фа Йенженим Но в день, когда мы провожали Йенженима, небо, проливавшее горькие слезы на протяжении нескольких дней, было удивительно ясным и голубым, словно оно хотело осветить его последний путь на Земле. Церемония Сон Фа Йенженима проходила в культурном центре «Маленький Ангел», присутствия истинных детей и около 1200 членов церкви. Так как Йенженим стал чистым приношением ради искупления наших ошибок и невыполненной ответственности, все присутствовавшие на церемонии были невыразимо серьезны. Господин Янок Ю молился, чтобы мы стали едиными с истинными родителями ради Йенженима, который стал приношением, чтобы искупить невыполнение нашей ответственности. Истинные родители возложили цветы и зажгли благовоние, проложая Йенженима в последний путь. Истинные родители чувствовали огромную боль за Йенженима, который всю свою жизнь практиковал истинную любовь. Истинные родители Наступило время поминовения Йенженима, который с теплом и любовью относился к каждому. Слезы, которые невозможно было сдержать, текли сами собой. Говорит господин Питер Ким, он с юных лет был очень смышленным, более чем кто-либо другой. Он запомнил наизусть тысячу китайских иероглифов еще до того, как поступил в начальную школу, и даже будучи в Америке, он хорошо говорил по-корейски. Я был там, проверил каждый угол, комнату и балкон. В этот вечер около 9.30 Йенженим отдыхал. Он заказал ужин. Возможно, ему надоело ждать, и он вышел на балкон размяться. Возможно, он не знал, что был дождь и балкон был мокрым. Когда я был там, я вышел на балкон и увидел, что перила балкона были мне по пояс, а для Йенженима перила были не выше уровня бедер. Вероятно, он разминался на балконе, держась за перила, когда произошел несчастный случай. Отец и Тэмоним считают, что все произошло таким образом. Вспоминальной речи на церемонии Сен-Куа, господин Куак Чонг Хуан подчеркнул, что мы должны осознать, что скоротечность жизни на земле детей, семьи и сыных родителей связана с нашей ответственностью. И вступая в сферу 4-го Адама, мы должны быть решимы стать живым приношением. На церемонии Сан-Па мы должны глубоко раскаяться в том, что не смогли защитить их семью. И вместе с этим мы снова должны набраться решимости и стать почтительными сыновьями и дочерьми ради исполнения воли небес. Затем с прощальными речами выступили представители трех наций, Кореи, Японии и Америки. В память о Йон-Джиниме господин Хуан Сан-Джо произнес торжественную клятву, что он последует пути Йон-Джинима как живого приношения. На пороге открытия нового тысячелетия во славе небес наш любимый старший брат вознесся на небеса из-за наших грехов. На церемонии Сан-Фа нашего любимого Йон-Джинима, последней провиденциальной жертвы, мы принимаем решение иметь абсолютную веру, абсолютную любовь и абсолютное послушание. С отчаянной решимостью мы клянемся одержать победу в благословении 400 миллионов пар. Благодаря искуплению заплаченному истинными родителями мы получили очень много благодати, но мы не можем даже как следует унаследовать эту благодать. И мы понимаем, что принесли великую скорбь в семье истинных родителей. Господин Ян Чан Сик всем сердцем молился, чтобы Йон-Джиним стал краеугольным камнем вечной победы и славы родителей небес. И чтобы вместе с Йон-Джинимом, главнокомандующим небесного мира, он стал защитником, оберегающим их истинных родителей. Дорогой Йон-Джиним, наш старший брат Йон-Джиним, твой путь на небеса запомнится как символ живой жертвы ради проведения родителей неба и земли. Мы, семьи объединения первого и второго поколений, посвятим себя осуществлению мечты, которую тебе пришлось оставить на земле. Пусть славен будет твой путь на небеса. Пусть славен будет твой путь на небеса. Прощаясь с Йон-Джинимом, члены Карпа исполнили красивую песню. Все мы чувствуем, что для Йон-Джинима было еще слишком рано отправиться в этот путь. Организаторы церемонии, члены семьи и представители каждого региона возложили цветы и зажгли благовоние. Один цветок и одна свеча – это все, что мы могли сделать для Йон-Джинима, 21-летнего юноша, гораздо более прекрасного, чем любой цветок. Мы не могли поднять головы, исполненные к сожалению. Музыка 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 Последняя часть церемонии Сун-Фа для того, чтобы проводить Йон-Джиниму в свой путь. Господин Пак Бо-Хи сказал, что земля потеряла звезду, но для неба и духовного мира эта звезда словно целая армия. Он выразил надежду на то, что Йон-Джиним сможет активно помогать истинным родителям из духовного мира. Дорогой Бог и великие истинные родители, этим утром мы посылаем Йон-Джинима, вашего возлюбленного сына, в лоуна вашей любви. Примерно в то же время, когда начались преследования отца в Америке, родился Йон-Джиним. Он родился вторым из сыновей, родившимся в Америке, и во время родов он находился на грани смерти. Среди истинных детей Йон-Джиним обладал особым теплом и любовью в сердце. Он был хорошим младшим братом, добрым старшим братом, и каждый гордился их. Своей мудростью, спокойным характером и теплом сердца он радовал каждого. Йон-Джиним показывал пример абсолютного подслушания, без колебания по виной с тому, о чем говорили истинные родители. Ты избрал этот путь для того, чтобы хотя бы немного помочь истинным родителям. Но невозможно забыть чистую яркую улыбку Йон-Джинима. Трудно поверить, что мы не можем увидеть тебя снова. Мы верим, что Йон-Джиним унаследует волю Бога и истинных родителей, и вместе с Йон-Джинимом будет работать для осуществления провидений. Несмотря на нашу скорбь, веря в это, мы с радостью провожаем Йон-Джинима к нашему небесному Отцу. Мы рассказали вам о церемонии Сан-Фа Йон-Джинима. Далее в нашем выпуске новости семьи объединения. Церемония Вон-Джон Йон-Джинима состоялась 14 ноября, через три дня после церемонии Сан-Фа. В церемонии принимали участие Хун-Сук-Ним, Шин-Сун-Ним и другие братья и сестры. Церемония началась с молитвы, затем участники принесли поклоны, зажгли благовония и тихо молились. Господин Хуан Сан-Джо произнес молитву, и братья и сестры три раза прокричали «Ман-Сэй!». Участники церемонии выразили решимость огородить семью истинных родителей от страданий. 7 ноября в образовательном центре на озере Чемпион истинные родители провели церемонию открытия дворца Чен-Сун-Ван-Лим. Его строительство продолжалось два года и восемь недель. Во дворце разместится образовательный центр эпохи Завершенного Завета, а также комфортабельные комнаты для истинных родителей. Истинный отец дал дворцу сокращенное название Чен-Ван-Гун, что значит «небесный дворец». Он благословил Чемпион как изначальный центр мира сердца и связующее звено между небом и землей. В начале 1971 года истинные родители своими руками построили первый образовательный центр. Каждый раз, когда возникали препятствия в его осуществлении и проведении, истинные родители устанавливали особые условия на Чемпион. Строительство небесного дворца началось в марте 1997 года. Дворец построен из лучшего мрамора и гранита и состоит из двух подземных и трех надземных этажей. На подземных этажах площадью около 2000 квадратных метров находятся подсобные помещения гаража-кафетерия. На первом этаже несколько небольших залов, офисы, комнаты для гостей, медицинский центр, компьютерный зал и другие помещения общей площадью 885 квадратных метров. На втором этаже расположен главный зал, который вмещает около 10 тысяч человек. Его площадь составляет 930 квадратных метров. Комната истинных родителей и истинных детей находится на третьем этаже, площадью 450 квадратных метров. Ко дню рождения истинных родителей в 2000 году рядом с небесным дворцом будет построен зал для молитвенных собраний Джон Шин Монг и башня Джон Шин. Когда будут построены больница и университет, чемпион станет образовательным центром эпохи 4-го Адама. Программы по чистоте любви проходят с большим успехом. Школьники дают обет сохранить свою сексуальную чистоту до получения благословения. Для того, чтобы помочь им в этом, составляются пары друзей. В этом году были проведены лекции более чем в 9000 школах. В программах приняло участь около 7 миллионов школьников. Было создано более 3 миллионов пар. Кроме того, школьники дают обещание слушаться родителей, уважать учителей, строить отношения друг с другом, основываясь на принципах чистоты любви. Движение за чистоту любви организовало семинары, в которых приняло участие около 9000 родителей и учителей. Во многих школах сами школьники организовали клубы чистой любви. Наступил последний месяц 1999 года. Надеясь на то, что это особенное время в конце 20 века будет для вас значимым, мы завершаем этот декабрьский выпуск видеожурнала «Завершенный завет». Да благословит вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok